Нет. У меня написано. Вот. Кому это? Это Анастасия, внучка. Есть. Спасибо огромное. Мы любим вас. Огромное спасибо. Это мои, да? Да. Так. Давай вопросы. Куда этот опыт девать? Куда его заскунуть? Куда его положить? Куда его спрятать? Потому что именно он-то и мешает. Я его добивался, а теперь он и мешает. Потому что методы. Да, есть правила, есть методы, да. Но каждая роль-то новая загадка. И каждый раз ты себе доказываешь, а можешь или уже не можешь. И этот страх, и когда оглядываешься, ты видишь, какой талантливый человек. Только что был талантливый. Только что был популярный раз, все закрылось, все потерялся. Мы живем, это профессия зоны риска. Все профессии, которыми мы занимаемся, это зоны риска. Знать вообще ничего нельзя. А не знать глупо. Ведь ты знаешь то, что знаешь. Поэтому есть уверенность и есть полное убеждение, что все заново каждый раз. Актер играет на сцене и говорит, что все время, что свою роль он еще не сыграл. Какая-то была бы роль? Это модно, как говорить. Действительно, я не сыграл очень много из того, чтобы дружку сыграть. Потому что, во всяком случае, Христаков, что я должен был сыграть. И подготовка, это монумент. Это одна из восьми картин, которым я предусматриваюсь. Да, и Ричарда я должен был сыграть. Он может быть более всего на свете Ричарда. Потому что я понимаю, что это очень современный. Хроматурка Лира хочет сыграть. Очень многое не сыграло. В этом смысле душа все равно насытная. Но я думаю, что я не сыграл главным образом Пушкина. Есть такая книжка. Человек, которая вышла во мне. Есть фотография. Я репетирую Пушкина. На Мессе, в Абхате. И мы дошли до прогона. И знаете, среди пушкинистов всегда есть такая женщина, которая сегодняшняя жена Пушкина. Она все про нее знает. Вот такой женой Пушкина была целостная. Она действительно очень интересна. Пушкина век. И она когда посмотрела, пригласили пушкинистов на прогон, где играли. Единственное время. И она сказала, теперь я могу мериться. Я был очень высоко ценен и товарищами, и всеми. И фильм запретили, запретила Фурцеву, который, кстати, не видел спектакль. То есть спектакль запретили. Спортила Фурцеву, запретила по научению спортивной организации. Я беседовал с данной спортивной организацией. Я говорю, нам кажется, Пушкин должен был. Я говорю, да, другим. По вышеростному. Да, по вышеростному. Я говорю, но Пушкин же будет, помимо меня, Ростов на 10 лет. Это не имеет значения, это театр. Я говорю, конечно, помоложе. Да, помоложе. Я говорю, конечно, блондин. Да, блондин. Я говорю, Дантес. Пушкин. Значит, и сегодня Пушкин, вместо Пушкина, нужен там, так сказать, как тому обществу, когда убивали Пушкина. Вы понимаете, живой он никогда не был. Я говорю, им, властям, причем всем. Все дело в том, что он действительно беспокоен. А он обеспокаивает. Он гений. Там замечательные слова написал Леонид Зорин, когда Жуковский беседует о Пушкине с царем. И говорит ему, талант вошли. Ну, талант – это только хлопот, как говорится. Это претензия, это хлопоты, это очень плохо. Но он больший талант. Тоже он, говорится. У гений вошлись. Гений. Чем хуже лишь для него. У гений своя дорога. А страна идёт своим. А гений своим. Ты что прикажешь пострадиться стране? Там были очень интересные вещи. Я должен заканчивать, я обращаюсь к другим зрителям, с которыми я очень давно не виделся. Я все время вспоминаю, что в 52-м году было первое большое достроение моей жизни. Было здесь любви. Я ездил по всем городам. Вы. И я помню, как меня хорошо принимали звуки. И сегодня замечательно приняли. Спасибо им большое. Счастья. До встречи. Спасибо вам. Спасибо вам. Пожалуйста. Вы когда-нибудь получали любовные письма? Получала. В большом количестве. В большом. Но я в единственном количестве. Каждое письмо единственное. Правда? Я тоже в единственном количестве. А, спасибо вам. Когда вы прочитаете, там написано, что я пока в единственном количестве. Но у меня... есть еще, которые я жду.